МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Варенье – редкое название, не требующее объяснений. Слово-процесс и итог одновременно. Путем варки фруктов, ягод, реже овощей, еще реже лепестков или шишек получается замечательный продукт, способный храниться и радовать. То есть цель, понятно, консервирование и настроение. Когда чай, когда сладость, когда неспешный разговор. Здравствуйте, дорогие друзья! Однако варенье может способствовать настроению и, так скажем, в контексте приготовления самых разных блюд, будучи их непосредственным ингредиентом. Об этом сегодня и поговорим, хотя разговор будет короткий. Не то чтобы варить варенье сейчас не сезон, для многих такого сезона и вовсе не существует. Слишком много сахара, максимум калорий, лучше все заморозить, пользы будет больше. Очень даже может быть, но лично я без ума от процесса. Медный таз, булькающие варево, чувствуешь себя волшебницей, волшебным образом помогающей семье припасами. Но ежесезонно варенье остается, и переваривать его никто не собирается. Отсюда и тема освоения засахарившегося варенья или приличного, но просто старого. Что с ним делать? Прежде всего, стряпать. Не далее, как вчера, мы приготовили симпатичную коврижку на чай с вареньем. А если добавить еще и крем, какую-то начинку, да тоже варенье. Может быть, прекрасный пирог. Ну а сегодня ничто иное, как между праздниками продолжение пикниковой темы. Ягодные соусы. Это очень интересно. И на момент подачи и в ходе приготовления. К примеру, сегодня мы приготовили соус из сливового варенья. Можно использовать любое. И в нем, кстати говоря, мясо можно и замариновать, и поливать им мясо в процессе готовки. Вот такая история. Вот такой соус. Соус из варенья. В кастрюле на медленном огне соединить в варенье, воду, соевый соус и сахар. Добавить уксус. Довести до кипения. Часто помешивая, уварить. Идеально к мясу птицы, даже в холодном виде. Идеальных в смысле вкуса и погоды, и настроения в выходных. С вами была Жанна Соловьева. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok